Телевидение просило записать два рассказика, которые я написал очень давно, в 75-м году. Они первыми были опубликованы. Разговор двух женщин. Маш, я не знаю, что делать. Посоветуй. Никак своего ни с кем застукать не могу. А ты думаешь, что у него никого нет? Да ты что, есть. Я точно знаю. Как откуда? Каждый день с работы ласковый приходит. Конечно, есть. С чего ему ласковым быть? Вот твой, бывает с тобой ласковый? Нет, скучный все дни. Не разговаривай даже. Счастливая. Значит, он тебе верит. А я просто измучилась от такой жизни. Я уже скандалила. И на день раньше из командировки возвращалась. И одного знакомого наняла, он за ним месяц следил, слепым переодевшись. Маш, я не могу, ничего не помогает. Целовать сразу начинает, представляешь? Издевается, говорит, не ревнуй. Единственное, милое, желанное. Как язык у Бестышева поворачивается, такое же не говорится. А вчера, я не могу, вообще до того заврался, что любимый меня назвал. Утро. Я похож утром на любимую? Как ты считаешь? Маш, знакомые смеются надо мной. Муж говорят, у тебя умница. Чувствуешь? Мол, как умно у меня за нос водит. Да? Соседы издеваются. Недавно в лифте еду, один сосед прямо передо мной олень и рога держит. Надлет. Я вроде бы намека его не замечаю. Говорю, безразлично так спрашиваю. Тирогата. А он как захохочет, говорит, а то сами не знают. И тут же добавляет, мужу привет передавай. Не могу, Маш, все. Знаешь, вот как он со мной, так и я с ним. Знаешь, ух, я ему отомчу, я тоже с ним ласково буду. Вот он у меня попляшет. Вот во всем признается. Почему? Да потому что долго хорошего отношения ни один мужчина еще не выдерживал. Алло, Анжела? Это я. Извини, не могу громче говорить, я тебе из Большого звоню. Ты что, Анжела, не узнал у меня? Это ж я, Вальтерен. Вальтерен. Валька, которая. Нет, я не из Казино Большого, я из Театра Большого. Я в партере сижу, спектакль смотрю. Известный очень поет этот, как его, карьерос, вот. Слыхала про такого, нет? Ну что ты? Супер. Я тоже думал сначала, что модельер. Оказалось, испанец. Оперный этот, кеннер, вот. Что ж там же? Чего пошли? Ну что ты, билеты ж по тысяче долларов. Мой как узнал, сразу так загорелся. Да, давай, говорит, сходим, узнай, где Большой театр находится. Ну я всем нашим позвонил, а никто не знает, на силу нашли. Вот теперь сидим, наслаждаемся, супер. Нет, мой не слышит, что я говорю, он по своему мобильному с партнером сделку обсуждает. Не бойся, я здесь никому сейчас не мешаю, здесь сейчас все по телефону говорят. Карьерос так удивлялся сначала, ему, наверное, никогда столько не звонили. А сейчас ничего привыкли, даже, знаешь, петь стал потише, чтобы нам не мешать. Анжелка, я чего тебе звоню? Я же завтра в Лондон со своим. Нет, мой занят, поэтому я со своим лечу. Знаешь, я давно о Лондоне мечтала. Так хочется на Эйфелеву башню посмотреть. Что, Эйфелева не в Лондоне, а где? В Риме точно ее же древние греки построили. Она у них еще маяком работала, я помню, да. Надо, надо смотреть мир, Анжелка. Помнишь, как Пьер Призухов сказал? Жизнь дается человеку один раз. Кстати, ты моего нового знаешь? Нет? Ну что ты, супер. Рост метр шестьдесят четыре. А ласковый? Когда мы с ним по улице идем, все оборачиваются, смотрят, как он меня ласково под коленку держит. Хорошенький? Сил нет. Ножек нет. Шейки нет. Моя любимая фигурка. Животик, кошелек и ушки. Конечно, до Ольгиного он не дотягивает. Ее вообще метр сорок. Он, ты же знаешь, у нее поберег кровати спит. Она его наволочкой накрывает. Ему так нравится, если он внутрь не попадает. Однажды я к ним пришла и позавидовала. Они так ласково играют, он у нее на велосипеде между ног проезжает. Все, закончилось. Мы побежали. Мой хочет в карьеросу прорваться. Забрать его с нами в баню попеть сейчас. Вместе с его музыкантом. Не знаю, кто музыкант. В программке написано «Музыка Пучини». Вот, значит, он тоже с нами поедет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ